В эфире программа «Наша тема» в студии Александра Платонова. Здравствуйте! 8 августа отмечается Международный день офтальмологии, приуроченный к дню рождения Святослава Федорова. Именно поэтому сегодня у нас в гостях заместитель директора филиала МНТК «Микрохирургия глаза» по лечебной работе, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук Ирина Леонидовна Куликова. Ирина Леонидовна, здравствуйте! Здравствуйте! На вашем сайте я нашла информацию о том, что более полумиллиона человек исправили свое здоровье, именно здоровье глаз поправили, да, какие-то заболевания. Вот цифра огромная. Скажите, значит, действительно стоит острая проблема заболевания глаз именно, да? Да, вы знаете, вообще это за вот почти 30-летний наш вот стаж, это пролечено, да, более, более, такие огромные цифры, но вообще консультация проконсультирована более полутора миллионов человек. Вообще, вы знаете, наиболее такая статистика хорошая, она предоставлена Всемирной организации здравоохранения. На сегодняшний день, по данной этой статистики, более миллиарда людей, а если точнее, 1,3 миллиарда людей страдают различными расстройствами зрения. И причем 80% этих расстройств это обратимая слепота и слабовидение. И большинство людей, страдающих расстройствами зрения, относятся к людям в возрасте от 50 лет и старше. И если говорить вот о конкретных заболеваниях, то в глобальных масштабах на первом месте стоят, стоят некорригированные рефракционные нарушения, аномалии рефракции. Я сразу буду пояснять, если возможно, ладно? Это дальнозоркость, это близорукость, это астигматизм. Что значит некорригированные? Это значит, когда ребенок рождается с этой патологией рефракции, вовремя нет коррекции очковой, контактной. Возможно, если это высокая величина, то возможны какие-то радикальные методы. Это хирургическое воздействие. В принципе, во всем мире сегодня делаются по определенным медицинским показаниям и внутриглазные операции, лазерная коррекция детям с очень сложными нарушениями. И если этого не сделать вовремя, то получается такое как бы размытое изображение, глаз привыкает видеть нечеткую картинку, и он ленится. И в итоге, когда человек вырастает, естественно, уже исправить ничего нельзя. Вот поэтому, значит, вот это на первом месте. На втором месте катаракта. Это заболевание хрусталика, наверное, все знают. Тут, естественно, самое радикальное лечение, и такое очень эффективное. Это хирургия, это удаление помытневшего хрусталика и замена, значит, на искусственный хрусталик. На третьем месте стоит возрастная макулярная дегенерация. Это огромная проблема на сегодняшний день для офтальмологии. Очень много людей болеют. Это, знаете, когда возникает проблема в самом центре сетчатки. То есть вот перед глазом появляется пятно. И я потом немножко поподробнее остановлюсь на этом заболевании, поскольку оно очень широко распространено и требует очень длительной реабилитации. На четвертом месте глоукума. Это повышенное давление. С этим заболеванием офтальмологи борются уже не одно тысячелетие. Затем идут проблемы, связанные с диабетической ретинопатией, то есть очень много пациентов с сахарным диабетом, и вот страдает сетчатка. Затем идут заболевания роговицы различные, там помытнение, приобретённые, врождённые, в том числе и кератоконус, ну и на последнем месте трахома. Скажите, а есть или, может быть, были случаи, когда, ну, случай реально безнадёжный, да, заболевание глаз какое-то такое, а специалисты вашей клиники спасли, помогли человеку? Почти каждый день наши доктора, а у нас, вы знаете, операционная очень большая, таких операционных в мире аналогичных нет, и мы за вот, за неделю можем выполнить 300-400 операций, то есть, понимаете, это 80-100 операций в день. Такая огромная, мощная комплектация, окомплектованность оборудованием и штатами. Вы знаете, вот в прошлом году ребёнок играл с иголкой, вот с Марийской республикой привезли родителей и проткнул себе все оболочки обычной иголкой, вот для, да, для шитья. Вообще у детей иммунитет слабоват, и у них очень бурная реакция на любое воздействие, поэтому надо отдать должное родителям, они привезли его вовремя, потому что буквально через 2-3 часа после травмы, значит, мы уже увидели отсутствие зрения, набухающая катаракта, повреждение оболочек, всё было сделано вовремя, ребёнок остался со зрением, вот, и таких случаев у нас очень много. Вообще, хотелось бы отметить, что на сегодняшний день мы не только, скажем, вот, когда потери зрительных функций, наши доктора восстанавливают зрение, приходится сталкиваться с другой проблемой, это, возможно, связано с нашим вот современным миром, с автоматизацией рабочих мест, приходят люди с высоким зрением и с серьёзной проблемой, например, вот с дыркой в сетчатке в центральной области. Даже так? Даже так, да. И причём они сомневаются, оперироваться им или нет, а дырка всё равно-то расползётся. Это обычно работоспособные люди вот в таком зрелом возрасте, возможно, проблемы с кровоснабжением и так далее. И вот тут уже очень важно не только зафиксировать эту дырку, да, вот, локализовать её, закрыть, но и сохранить высокие зрительные функции. Надо даже при остроте зрения единицы выполнять такие операции. Вот это, на мой взгляд, это даже вот где-то более показательно и важно и стоит перед нами. Ирина Леонидовна, ну уж раз мы затронули вопрос вот коллектива, да, тех людей, с кем вы работаете каждый день, вот кто эти доблестные люди, которые спасают зрение, спасают от заболеваний глаз, кто работает с вами рука об руку каждый день? У нас 69 врачей в термологах, если говорить о цифрах, среди них 60% это люди с высшей квалификационной категорией, естественно. Во главе нашей клиники стоит Николай Петрович Паштаев, да, выдающийся врач, учёный, организатор, я бы сказала, политик, общественный деятель, ученик Святослава Николаевича Фёдорова, активно притворяющий идеи своего великого учителя в жизнь. В нашей клинике наука идёт рядом с практикой. Это самое главное на сегодняшний день направление в медицине, помимо профилактики, профилактического направления. У нас работает 15 кандидатов медицинских наук, 4 доктора медицинских наук. Вот, и вы знаете, для каждого филиала есть какая-то вот своя изюминка. Естественно, у нас тоже есть свои лидеры в определённых областях. И я с гордостью хочу сказать, что, например, в нашей клинике впервые в России были внедрены фемтосекундные лазерные технологии для лечения различных заболеваний роговицы, в том числе и лазерная коррекция зрения, кстати, да. А фемтосекундные технологии в хирургии роговицы, если говорить о трансплотологии роговицы, и фемто-лазер-ассистированной экстракции катаракты в том числе. То есть мы были первыми. Вообще у нас много таких направлений. Это очень сильная база витритинальной хирургии, у нас очень сильное отделение. Это тяжёлые патологии, связанные с травмами, знаете, с такими серьёзными осложнениями. Мы одними из первых стали выполнять операции у детей со сложными рефракционными нарушениями. Сейчас у нас выполняются операции сложные на орбите, при переломах, при травмах. И выполняются такие, знаете, операции по восстановлению слёзных протоков, когда бывают проблемы со слезотечением, с непроходимостью слёзно-носового канала. Это эндоскопические операции с использованием оборудования. Этим занимаются не многие клиники, вот и мы этим занимаемся. Ирина Леонидовна, вот вы доктор медицинских наук, и у вас более 100 научных работ, статей, да? Правильно же я говорю? И я знаю, что вы свою жизнь посвятили, свою практику посвятили работе именно с детьми и с подростками. Вот с чем это связано? Почему детки, подростки? Дети со сложной рефракционной патологией – это огромная проблема. И это всегда была проблема такая непростая, потому что здесь и законодательная база, и дети всегда требуют особого внимания, поскольку это дети, да, и решают за них родители. Как-то вот так у меня пошло, и мне очень нравится, что это привело к каким-то результатам. Во всяком случае, на сегодняшний день мы имеем приличный очень опыт. Вы сказали о моих публикациях, а мне бы хотелось отметить, что за это время вообще в нашей клинике более тысячи публикаций этой монографии. И одна треть – это более 300, где-то около 400 публикаций в журналах ВАГ. У нас более 100 патентов на различные изобретения, полезные модели. То есть вот наши доктора не просто участвуют в каких-то конференциях, в нашей стране за рубежом они уступают с докладами, понимаете? Это говорит само за себя. То есть вот есть чем гордиться. Ну и, соответственно, пациенты видят вашу работу, да, и читают и отзывы, и вообще имидж клиники однозначно колоссальный. Не только ведь из нашей республики и близлежащих. Из-за границы наверняка приезжают пациенты. Да, конечно. В прошлом году у нас было пролечено где-то более 400 пациентов вот именно из-за границы. А вообще, конечно, вообще, в целом, в основном мы лечим пациентов из Приволжского федерального округа, Северо-Западный федеральный округ и Центральный федеральный округ. Кроме этого, я хотела бы сказать, что в прошлом году наша клиника поменяла немножко свой статус. Мы стали национальным медицинским исследовательским центром. А это значит, что в первую очередь мы должны оказывать помощь вот этим вот регионам, которые расположены вокруг нас. И за каждым филиалом по всей стране есть определенные прикрепленные вот эти клиники третьего уровня, профильные по офтальмологии. И, естественно, задачи расширились, поэтому наша обязанность внедрять новые технологии, развивать науку и практику, организовывать высокое качество получаемых результатов и чтобы были у нас высокие профессионалы во всех областях. Ирина Леонидовна, вот вы уже сказали о том, что клиника не стоит на месте, развивается. На сегодняшний день какие направления в лечении, диагностике глазных заболеваний существуют и внедряются в вашей клинике? Вообще на сегодняшний день две концепции. Это микроинвазивность вмешательства. То есть если, скажем, лет 20-30 назад для того, чтобы брать катаракту, приходилось делать разрез почти на полглаза, потому что были такие линзы и так далее. То сейчас разрезы микро, это 2 мм, 1,8 мм. Что это дает? Профилактика серьезных осложнений, быстрая реабилитация. А нынешние пациенты, они такие, знаете, запросы у них другие уже. Они хотят очень быстро реабилитироваться. И вторая концепция, это внедрение лазерных технологий. Что дают лазерные технологии? Они вытесляют как бы мануальные, вытесняют те технологии, где, скажем, профессионализм хирурга имел большое значение, но человеческий фактор, какие-то ошибки. Поэтому точность воздействия и высокие функциональные результаты. Иными словами, быстрая реабилитация и высокое качество зрения. Вот это основное направление. И мне бы хотелось еще остановиться на близорукости. Да, конечно, это очень даже актуальная история. Огромная проблема для всей России, поскольку, несмотря на развитые здравоохранения, на все наши усилия, выявление таких детей, вот по всей стране проводились склеропластические операции, чтобы остановить рост близорукости у детишек. Эта проблема не была решена до тех пор, пока не появился метод, который считается достижением офтальмологии на сегодняшний день, поскольку он тормозит развитие, действительно работает. Как он работает? Детям на ночь вставляют линзочки в глаз. Так. За это время линзочка немножко прогибает роговицу. Утром линза, значит, снимается. За счет того, что меняется кривизна роговицы, детишки лучше видят. Но это не лечебный эффект. Самый главный эффект, что в результате этого воздействия на сетчатке создаются два фокуса миопических. И вот они каким-то образом оказывают тормозящее действие на рост глаза. Вот это считается современным достижением, как бы, знаете, ноу-хау, поскольку это реально работает. Мы влияем на рефрактогенез. И вот хотелось бы, чтобы об этом больше родителей знали. Конечно, за линзами надо ухаживать и так далее, но это реально работает. У нас есть исследования и наблюдения за такими детьми в течение пяти лет. То есть действительно глаз не растет. Это огромное достижение, поскольку, вы знаете, наверное, близорукость одна из причин инвалидности по зрению в нашей стране. А есть противопоказания для ношения этих линз? Вы знаете, противопоказания есть, но они такие относительные, я бы сказала. Это далеко зашедшие, значит, когда уже высокая степень. В основном все-таки эти процедуры ночных линз, отокератологических, так называемых, помогают при начальной, слабой, иногда средней степени близорукости. Высокой степени уже вот не подходит. Но я думаю, что желательно все-таки получить консультацию, потому что бывают исключения из правил, и показания для именно этого способа лечения определяет врач. Ну и мы, Ирина и Леонидовна, с вами подобрались к заключительному вопросу. Даже не вопросу, а вот к просьбе моей. Пожалуйста, какие-то рекомендации нашим телезрителям, чтобы сохранить свое здоровье, здоровье глаз? Я хочу пожелать телезрителям не ждать, когда появляются какие-то проблемы, не бояться идти к доктору на прием. В нашей клинике работает электронная регистратура, есть специальный отдел координации. Если вы не можете попасть на прием, вы можете обратиться к заведующему отделам координации, к заместителям директора, если у вас какие-то проблемы, или просто прийти в клинику и обратиться в регистратуру. Не надо бояться докторов, приходите вовремя. И я желаю вам всем прекрасного зрения и крепкого здоровья. Ну что ж, Ирина и Леонидовна, я вас благодарю за то, что вы нашли время, посетили нашу студию, и действительно много интересного рассказали о новинках в вашей клинике, в том числе, в сети ваших клиник. Спасибо вам огромное. Ну что ж, с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь до следующей недели. С вами была Александра Платонова. Всего доброго, берегите себя. С вами была Александра Платонова.